Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Большой пламенный привет! Спасибо за то, что смотрите и слушаете телерадиоканал «Страна-ФМ». У нас сегодня потрясающий, что самое главное, мне кажется, очень актуальный выпуск программы «Лучшее в стране», потому что в канун дня рождения величайшего поэта Сергея Есенина у нас в гостях. Директор Московского государственного музея Есенина Светлана Николаевна Шедракова. Светлана Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Очень приятно! Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли, потому как в канун, конечно, дня рождения Сергея Есенина, я знаю, что огромное количество мероприятий запланировано, и времени катастрофически нет, но для нас вы нашли время, за что вам огромное спасибо. Спасибо. Ну, завтра, я так понимаю, начнутся главные празднования в музее. Может быть, мы вкратце с вами сразу и начнем рассказывать, дабы не упустить ни минутки времени. Да, я рада буду поделиться всем этим и действительно повторяю, что приятно в этой суматохе нам ее не занимать, так или иначе проявлять себя, потому что мы любим работу, живем ею. И, конечно, для Есенина, которому мы служим, как нам кажется, в музее Сергея Александровича Есенина, никаких ни юбилеев, даже ни особых там дат, потому что к нему всегда идут, и это поэт особенный, поэт-загадка, тайна. Но, тем не менее, когда день рождения, а может быть и поэтому, к Есенину приходят с удовольствием, как к родному, как к любому, близкому человеку в гости, да еще на день рождения, да еще с подарками. И подарков в этом году будет не занимать, когда мы празднуем 122-летие со дня рождения поэта. Да, и что касается программы, вот я просто открываю даже пресс-релиз завтрашних мероприятий. В 15.00 в Есенин-центре состоится торжественное открытие масштабного арт-проектора «Рязань. Я люблю тебя». Надо сразу сказать, что Есенин-центр — это не музей, да, Сергей Есенин? Это история такая параллельная. Московский государственный музей, он заявил о себе достаточно давно, потому что этого ждали долго. Но по каким меркам измерять? Вообще к 100-летию со дня рождения поэта в Большом Старочиновском переулке мы открыли экспозицию, которую посвятили творческому наследию Сергея Александровича по возможности. Несмотря на маленькую экспозиционную площадь, она была нестандартной, остается такой необычной, будоражащей каждого, кто приходит туда. И вот эту вот экспозицию при огромном стечении народа мы тогда подарили городу. Это было, знаете, 2 октября. В канун дня рождения. А мы, когда вы говорите, это кто? Это же всего лишь несколько человек, и люди, которых, в общем-то, и не просили делать это. Вы знаете, душа, наверное, просила. Это группа энтузиастов, которые жили этим. Не скрою, что я имела к этому отношение, потому что я жила Есенинам давно, полюбив его достаточно рано. И вопреки всему на свете, как мне говорили, идущие против ветра, я не пошла на все, не отдалась тем наукам, которых я преуспевала, надо сказать, и побеждала в Олимпиадах. Но втайне держала вот эту надежду во что бы то ни стало, узнав когда-то и прочитав. Я многие поэтов знала и любила, и цитировала. Есенина, я вот в этой простоте почувствовала вот эту загадку, вот эту тайну, вот эту какую-то непонятную для меня планету. И решила посвятить этому жизнь. Я счастлива, что это случилось очень давно. Я даже поехала в Константиново и учаясь в университете, работала там. На родину поэта, да. И вот в эти истоки творчества я окунулась, я почувствовала их. И тогда уже поняла, что поэт действительно поистине планетарного масштаба, что эта загадка будоражит меня по сей день. И я, живя с Есениным уже не один десяток лет, как вы понимаете, продолжаю ее так или иначе в каких-то гранях постигать, если можно так сказать. И поэтому, конечно, ему было мало места в Большом Старочиновском литературно-мемориальном доме. Доме, в котором долгие годы жил его отец. И где он был прописан, да? И где была площадка, где он был прописан. Вы понимаете, это единственное место в Москве и в мире, если хотите, с 2011 по 2018 год был прописан, Сергей Александрович. И, конечно, в Москве много адресов, что там говорить. Мы искали долго, и трудности настолько закаляли, и хотели сделать отделы музея разбросанные по Москве. И вот так оно и случается, так оно и сбывается. Сколько на сегодняшний день отделов в музее? На сегодняшний день мы, слава богу, выселили фонды. Фонды – это самое главное в музее Московского государственного музея Сергея Александровича. Где есть раритетные, уникальные документы, которые действительно надо показывать, действительно надо выставлять, действительно надо не держать где-то вот в положенных условиях, а просто давать возможность видеть их огромному количеству любителей творчества Есенина. Но еще и как показать, и, может быть, отходя от нестандартности видения экспозиционного и художественного, дизайнерского, если хотите, экспозиции первой в Москве, созданной в канун 100-летия со дня рождения, мы лелеяли надежду так или иначе реализовать все наши планы и найти такие уголочки. Не просто, как вы понимаете, с недвижимостью в Москве, правда? А какие-то дома исчезли, какие-то не подходили, не отдавали. Ну что мы будем говорить? Но мы говорили, радуясь, свирепствуя и мучаясь, хорошо живется на Руси, и нас трудности только закаляли. И эйфория побит, каждый раз была такой необъяснимой даже, вот фонды. А теперь потом мы увидели особняк, особняк переулки Чернышевского, достаточно далеко от Строчиновского, от Забоскворечья, в другом районе, район Тверской. И вначале, когда я увидела этот дом, я даже как-то не зная, вот видите, отгадываем даже какие-то биографические факты Есенина с Москвой связанные, которые он так любил и все время повторял, что лучше всего, что я видела в этом мире, это Москва, Москва, писал он с границы, в душе только одна Москва. И правда, когда я увидела этот особнячок в переулке Чернышевского, была поражена его красоте, нестандартной, необычной. Оказывается, это особняк Гиппенера, знаменитого архитектора, приехавшего к нам еще давно, служившего потом уже в советских учреждениях, потому что он был архипрофессиональным человеком. И вот во всем должен быть профессионализм. И профессионалы создавали нашу экспозицию, как вы понимаете. Вот я вроде бы к музею имела отношение уже, Нине тоже достаточно долгое время. Художники, дизайнеры, действительно заявившие себя в этой области, сделали эту экспозицию и подарили городу. Государственный статус мы получили чуть попозже, через 9 месяцев. Поэтому я думаю, что это детище тоже мое, музей Сергея Есенина Страчиновского. Но вдруг, когда увидела особняк Гиппенера, была поражена его красоте, необычности, нестандартности. И поэтому я очень рада. Вот видите, какой звонок. Влад Маленко, спасибо вам, друзья. Это Влад, который звонит в прямой эфир, который имеет теперь самое непосредственное отношение к этому удивительному месту. Место, где теперь из слухового окна на нас смотрит Сергей Александрович. Место, которое, когда мы будем открывать вот наш центр с экспозицией, это будет разрыв бомбы по материалам, которые мы нашли, связанным с этим домом. Вы понимаете, это просто для ученых, экспозиционеров, для есениноведов будет. Действительно, все это очень интересно. Но главное и важное, вот почему я рада этому звонку, мы встретили единовышленников, которые действительно понимают, что Есенин настолько неординарная личность, настолько богатый внутренний человек, настолько, ну, не боюсь сказать, гениальный. И гениальность какая-то, как еще Маблеев говорил, какая-то особенная. Правда, вот мы много на эту тему беседовали, говорили, что к нему надо-то подойти иначе. Он сам сказал, меня начнут понимать в простоте и легкости восприятия этой поэзии, запоминающейся, знаете, не дающая возможность, не заставляющая запоминать. Она как-то органично входит в душу и выходит из нее. Вот эта легкость восприятия говорит о том, что действительно он современник. Действительно он затрагивает самые какие-то удивительные моменты, связанные с тем периодом жизни, начала 20-х годов, в которой он жил. И, конечно же, конечно же, с будущим. Я знаю будущее, сказал Сергей Александрович. Меня начнут разгадывать в этой простоте через 100 лет, что мы и делаем. Вот собравшись воедино, и вот уже второй звонок пропущен от Влада Маленко, который является сам поэтом. Я как раз хочу предложить нам с вами прерваться совсем ненадолго, тем более, что это вот требует ход нашей программы. Мы как раз с вами свяжемся с Владом Маленко, который должен был тоже оказаться в нашей студии. Возможно, он успеет сейчас катировать. Может быть, успеет, я буду радоваться. Человек, актер, режиссер, который возглавляет Есенин Центр. Но и подробнее о Центре, конечно, поговорим очень скоро. Оставайтесь с нами. Друзья, программа «Лучшее в стране» продолжается в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». У нас сегодня в гостях директор Московского государственного музея Есенина Светлана Николаевна Шитракова. И у нас сейчас на телефонной связи руководитель Есенин Центра, актер, режиссер, поэт Влад Маленко. Влад, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, дорогие. Очень жалко, что вы не смогли добраться до нашей студии сегодня, но мы понимаем занятость. Спасибо, что вышли с вами на телефонную связь. Ну что, мы вот со Светланой Николаевной с горящими глазами совершенно в ожидании завтрашнего дня. Чего вы поэту загоняете на третье место после актера и режиссера? Мне кажется, поэт, даже просто это слово должно звучать впереди. Согласна. Мы исправимся, конечно, Влад. Ну, короче, не обижайтесь только. Мы сейчас как раз о поэте говорили. Да. Влад, ну... Всех поздравляю просто с началом такой есенинской осени настоящей. Так вот смотришь в окошко, а Москва притихла, и такие деревья стоят испуганные чуть-чуть. Испуганные перед вдохновительным каким-то отопительным сезоном души, знаете. Поэтому, да, платим за свет, как говорит тоже поэт. Очень. Ну, скажите, пожалуйста, вы возглавили Есенин Центр. Центр, я так понимаю, начнет работать через год, да, полностью функционировать. Но уже работает. Но работа ведется уже какая-то. Нет, наш реактор уже запущен, моторы работают. Мы со Светланой Николаевной... У нас такая симфоническая история. Мы друг друга полюбили. Это самое главное. А без этого невозможно просто ничего делать. И собираются люди удивительные. Потому что Центр, это, прежде всего, даже не стены, да, не... Это, конечно, люди. И вот мы сейчас потихонечку со Светланой Николаевной занимаемся штучным отбором. Знаете, вот таких... Мы вылавливаем, как рыбаки, вот таких золотых, золотые сердечки, которые стучат про поэзию. Вот это очень важно. Да. Ох, отбор очень серьезный, я так понимаю, да, будет. Ну, самое главное, Есенин Центр, это же будет площадка, насколько я поняла, для каких-то очень интересных творческих проектов, да? Да, необычных. Совершенно верно, совершенно верно. Мы надеемся, что Есенин Центр станет таким местом-примагнитом, местом притяжения для поэтов совершенно разных, хороших и разных, вот, молодых поэтов. И это будет такая поэтическая лаборатория. Потрясающе. И вот эти молодые сердечки уже, Влад, скажите, куда могут обращаться, предлагать кандидатуры, свои стихи? Ой, а вы думаете, они знаете, какие... Они уже давно с вами, да? Они правильно делают, они стучатся в двери, если надо, в окно постучатся. Мы-то, в общем, открытые, чего? Ради бога, пускай пишут, пускай звонят. Мне пишут каждый день и каждую ночь. Вы даже не представляете себе, сколько приходит всяких писем, и люди присылают какие-то свои творческие проекты, задумки, прицелы, музыку, рок-оперы, связанные там с Есениным и не только. То есть такой вал идет, и это хорошо, это хорошо. Другое дело, что, конечно, надо фильтровать, потому что, знаете, не хотелось бы, чтобы имя Есенина было такой ширмой для агрофоманов. Я так скажу сразу тоже, чтобы не только сахаром посыпать. Знаете, но на страже имени Есенина такие люди стоят в лице Светланы Николаевны, в вашем лице, Влад. Я спокойна за это совершенно. Мы с Светланой Николаевной стоим с этими, с рогалинами такими. Да, да, да. И поэтому, получается, проекты, получаются выступления, уже сейчас начавшиеся, такие, как вот в День города, за которые не стыдно. Потому что поэты ремонтируют время. Они его изменяют в лучшую сторону, правда, с надеждой, что завтра... А вот мы, Светлана Николаевна, на следующую осень закупим коров и выведем их перед Есениным центром. И пускай люди пьют молоко поэтическое. Вы серьезны абсолютно? Да, да. У нас будет по переулку бродить коровы. Подходы такие, чтобы действительно многообразие, многогранность вот этого есенинского образа, она будет открываться каждый раз новой стороной Есенина, его окружения. И каждого поэта, кто родился вот сто лет назад и кто живет сейчас, вот ходит вот в таком же возрасте, по этой же Москве, по этим же улицам. И, может быть, еще и неизвестен окружающим. Но завтра... Да, вы знаете, хочется дополнить и сказать, что Сергей Есенин очень умный русский человек. Мыслитель необыкновенный. И там не только вот березка и, так сказать, стакан, а там целый космос, целый космос задумок, которые он нам оставил по кирпичикам. И мы еще должны расшифровывать и расшифровывать вообще его духовное завещание. Можно так это сказать, потому что Есенин пророк, как всякий большущий, большущий поэт для нас, наднациональный человек в этом смысле. Мы как бы еще на подступах к этому, но я вам должна сказать, когда это делаешь рядом с человеком, которого я сейчас могу сказать, что это поэт не просто с большой буквы, а поэт такого же уровня, и который останется... Вы про Влада Маленко говорите, да? Да, и поэтому мне хотелось бы, Влад, чтобы вы, может быть, прочитали бы что-нибудь здесь, многотысячная аудитория. Влад, мы очень надеемся на это. Как было бы хорошо здесь свою поэзию. Это же... Это тоже... А что же мне... Господи, немножко я даже... Вы меня засмущали, товарищи, дорогие, красивые женщины. Влад, ну, я думаю, что какие-то строчки наверняка сейчас должны вас посетить. Они уже вошли в нашу экспозицию, посвященную столетию до Октябрьской революции. Такая музейно-выставочная экспозиция небольшая. Вот что прочту. В этом году... Обратите, пожалуйста, звук. Да. В этом году октябрь начался со вторника. Что с нами будет в среду, никто не знает. Боженька утром, крылами таджика-дворника. Время упавшее радостно подлетает. Октябрь — это не весело и не грустно. Октябрь — это когда у дождя на лету сердце хрустного. Октябрь — это на кирпичах пегих твоя лодка. Октябрь — это когда без очков видно четко. У земли и луны соприкасаются, целуются оси. Дворник не знает, как по-русски сказать слово «осень». В Индии уже соловьи, в Африке трясогуски. А я не знаю, не знаю, не знаю, как жить по-русски. Октябрь — это узнавать любимых по стону. Октябрь — это чуять запах по телефону. Октябрь — глухонемого зеленый крик. Октябрь — воскресенье выброшенных в мусорный бак книг. Женщина — ночь. Дню мужчине делать жизнь короче. Пирочинный месяц, порвавший копирку ночи, устроил сквозняк. А еще, а еще. Официанты, принесите мне, пожалуйста, счет на желтом чеке. На рваном двадцатом веке, на бесцветном пока двадцать первом. Зуб головы с живым нервом. Никогда никого не жалейте. Дворник в спасательном жилете стоит по горло в листве. Священник раздает пастве, молитву со словами. Мы все двух с другом в родстве. Октябрь — это рыжина лесных щей. Октябрь — это пятой группы кровь. Октябрь — заклевавший черного голубя золотой воробей. А в это время я, как деньги кощей, спрятал любовь в одном из будущих октябрей. Потрясающе. Влад Маленко, друзья, поэт, актер, режиссер, руководитель Есенин Центра. Влад, спасибо вам большое. Отдеваем, спасибо. Спасибо. Мы желаем процветания Есенин Центра. Успехов вам творческих всего хорошего. Спасибо, огромное. Как здорово. Второе октября на календаре. И замечательное стихотворение про октябрь. Мы прервемся совсем ненадолго, друзья. Продолжим общаться с нашими гостями. Оставайтесь с нами. Программа «Лучшее в стране» продолжается, друзья. И мы в канун дня рождения Сергея Есенина встречаемся с директором Московского государственного музея Сергея Александровича Есенина со Светланой Николаевной Шитраковой. Светлана Николаевна, я очень хочу вас попросить все-таки подробнее рассказать о завтрашней программе праздничной. Все начнется в 15.00 в Есенин Центре. С торжественным открытием масштабного арт-проектора «Рязань. Я люблю тебя». Да? Да, мы во всех смыслах не порываем. И в рамках гостям будет представлена арт-выставка «Есенин Нью». Да-да-да. Мы не порываем корни с малой родиной, с Рязанью, с Константинова, с родным. И, конечно, так же, как и Сергей Александрович никогда не порвал эту поповину, поэтому, может быть, и состоялся как житель планеты, скажем так. Действительно, Влад прав. И если уж говорить о том, каких мы собираем бриллиантиков и сердечки вот эти замечательные, может быть, они будут среди тех, кто принимал участие в конкурсе детском нами объявленном еще в феврале месяце, кажется, этого года совместно с газетой для детей и подростков «Пионерская правда». В год экологии объявили такой конкурс для детей «Зеленый луч звезды Есенина», где каждый ребенок должен был написать что-то о Есении, рассказать что-то о Есении, поделиться какими-то своими впечатлениями от поэзии, а, может быть, и своими стихами. И вот эти дети уже придут на открытие с начала выставки «Есенин Ю» из Рязани. Вот этот проект «Рязань, я люблю тебя» привез нестандартный действительно подход к Есенину с точки зрения живописцев его отражающих, потому что, знаете, еще Юнгер когда-то, вот у нас за главным триптихе в Замоскоречи, в экспозиции, везде взгляд художника на поэта, потому что художник видит дальше больше, чем прекрасное лицо Сергея Александровича Есенина даже на фотографии. И вот здесь тоже вот эта многогранность подхода с точки зрения художников к творчеству, она будет передана, хотя не полностью выставка, потому что еще не все залы открываются, но тем не менее уже придут туда. Там они послушают лекции, там они будут принимать участие в квесте, подготовленном нашими рязанскими коллегами, они удивятся тому, что увидят, но когда поднимутся наверх, они, все дети, которые придут на получение, потому что итоговый день уже получения дипломов, и будут награждать победителей. И как вы думаете, кто будет награждать? Ну, конечно, в первую очередь наши замечательные поэты, которыми руководит, который собрал, слово руководство даже не подходит под себя, и действительно лелеет их для того, чтобы продвигать дальше особые вот эти вот бьющиеся сердечки. Но вместе с ними поздравлять и участвовать в этом будет, конечно, еще один замечательный творец, поэт Анатолий Белый, который, надеюсь, почитает Есенина. Но он представит, что интересно, свой проект, вот под названием, у вас там записано? Кинопоэзия называется. Кинопоэзия, вот я думаю, это же замечательно. Вот, пожалуйста, опять подход с разных сторон к творчеству Сергея Александровича. В первую очередь с поэтической, конечно. Но кинопоэзия, как понять поэзию, как ее прочувствовать, как ее осознать, как открыть какую-то грань. И вот Анатолий Белый стал как бы автором вот этого проекта, и будут показаны два короткометражных фильма по двум стихотворениям Сергея Есенина. И вот мы почувствуем, как заново мы ощущаем, ну я не знаю, жизненную силу каждой поэтической строчки, которую мы там, может быть, зная, а может быть, даже наизусть зная, осознавали, читали и цитировали. Вот это очень важно, это очень интересно. И, конечно, наши дети получат призы и награды, все станут дипломантами. Те, кто смог прийти, их будет не так много, хотя человек там 17-20 мы ожидаем. А ведь сотни детей приняли в этом участие. По всей России, от Владивостока, Алтай, все регионы практически присылали свои работы. Может быть, даже те, кто еще не прошел в номинацию еще, а их несколько, еще потом будут пробовать свои силы. Но некоторые уже попробовали, а многие уже и победили. И теперь зная остановится, да. Светлана Николаевна будет еще. И представлена открытая к столетию Октябрьской революции выставка «Революция на земле и на небесах». Да, где каждый сможет оценить поэтическое отражение революционных событий от начала 20 века до сегодняшнего дня. Еще не подготовленный зал к тому, чтобы действительно, а он будет подготовлен. Мы все это сделаем. И действительно, сегодня уже, созвонившись с Владом, очередной раз собираемся на нашу встречу, которая будет так или иначе регламентировать наши дальнейшие шаги. Потому что с днем рождения поэта жизни останавливается. Мы будем дальше, дальше каждый день радоваться. Вот будет такой же подъем духа, как и в день рождения. Но в то же время, конечно, мы уже к этому дню оформили выставку, которая в госзадании у нас стоит «Революция на земле и на небесах». И там, наряду с, конечно, еще пока только муляжами подлинников выставлять не можем, но действительно профессионально созданными раритетных документов, относящихся ко всем периодам творчества Сергея Александровича, особенно период переходный, переломный. Он же был свидетелем этих событий. И действительно, ощущая значимость, ощущая силу своей любимой России, с любовью которой он никогда не расставался, он никогда не изменил, как бы, этой любви. Он понимал, что надо что-то сделать, взять на себя эту миссию поэта, чтобы сказать, что «Революция звучит не только на земле, но и на небесах». Среди Есенина другие поэты Серебряного и Несеребряного века так или иначе столкнулись с этими событиями, так или иначе отражали их в своем творчестве. Но именно Сергей Александрович подчеркнул в так называемых поэмах о революции, которые мы наконец-то прочитываем так, как должно их прочитывать, не просто номинально публикуя их, а заставляя дрогнуть сердце, сказать, что для Есенина было введение новых правил, когда он, может быть, не сбрасывал с корабля современности все то, что было раньше, когда он гордился своей Россией огромной многовековой историей и традициями, когда он подчеркивал значимость вот этого духовного единения, о чем сейчас, может быть, лишний раз подтвердил пишущий среди нас поэт, гениальный поэт Влад Маленко, действительно, и когда все должно заставлять, как Есенин подчеркивал, поставить точки акцента на важном и неважном, на том, что если у нас не будет согласия, не будет понимания вообще истинного продвижения истории вперед и для того, чтобы она шла по восходящей линии, тогда будет, может быть, крах, когда не будет. И вот эту миссию взял на себя как пророк Сергей Александрович, он даже не боялся называть себя пророком, он говорил о том, что это очень важно, не устрашусь ни гибели, не устрашусь гибели, ни копии, ни дождей, так говорит по Библии пророк Есенин Сергей, ой, как я эти важные строчки забыла, ни копии, ни стрел, ни дождей, не устрашусь, да, он шел, да, он шел в разрез, он шел в разрез, как бы, говорится, не чесанным, как с головой, как керосиновая лампа на плечах, чтобы осветить, чтобы подсказать, чтобы люди обратили, чтобы они прочитали, чтобы почувствовали, что Россия — это особенная страна. И если мы пойдем где-то в разрез с состоянием души, с тем, что мы будем изменять сами себе, что мы где-то забудем об этой любви, потому что на любви держится все, то тогда, может быть, и не будет вот того будущего благоденствия мирового, которое, наверное, не в последнюю очередь будет реализовывать и представлять собой огромная Россия, шестая часть земли, потому что обязательно пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, как говорил Сергей Александрович. Да, все исполнится обязательно. Мы прервемся совсем ненадолго, друзья, и будет у нас еще немножко времени для общения с Светланой Николаевной. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Друзья, а в канун дня рождения величайшего поэта Сергея Есенина. У нас в гостях директор Московского государственного музея Сергея Есенина, Светлана Николаевна Шедракова. Светлана Николаевна, скажите, пожалуйста, вы много лет уже и возглавляете музей, и занимаетесь творчеством, наследием и жизнью. У меня все ощущения, что для вас Сергей Есенин, он живой. Вот он вот здесь и сейчас, всегда и всегда. Это действительно так, но не просто, да. Я хочу вас спросить, извините, буграть, что перебиваю. Вы, конечно, смотрите на публику, которая приходит в музей. Кто эти люди? Это в основном школьники, студенты. Кто они? Скажите нам, пожалуйста. Есть какой-то среднестатистический портрет? Вы знаете, вот Есенин как раз вот в этом его и тайна, тоже и загадка, что он любим всеми. От детского сада, у нас проекты с детским садом есть вот в Большом Старочиновском переулке, они просто приходят и считают это необходимым. До возрастной аудитории очень, да, порой пожилого возраста, не буду говорить там старушек и дедушек, потому что они себя таковыми не занимают. Они приходят к поэту в гости, каждый раз звонят, а вот что принести? Вот я принесу рябину, я принесу, вот, а если у нас на улице продлится концерт, когда было в Старочиновском, то обязательно возьму с собой подушечку, чтобы было не холодно на стульчик. Да, действительно, это так. И проекты наши связаны как раз именно с этим. Даже начиная с интерактивных занятий. Такая большая возрастная категория, например, рукописные книги. Дети приходят и пером пишут стихи Есенина, приобщаясь к его творчеству. И создавая Есенинское собрание сочинений, не просто книжечки или закладочки или там какие-то открыточки, которые она делает, и иллюстрируя их. И вдруг родители и бабушки, и дедушки, которые стали приходить с ними, тоже к этому приобщились, и уже группы становятся более обширными. И вот такие занятия, мастер-классы, нестандартные поездки по Москве, литературно-музыкальные поездки. Мы все жаждем, чтобы у нас был свой, конечно, транспорт, потому что он отнимает какое-то количество средств. А что делать? Потому что не просто мы рассказываем о Есенинской Москве, а у нас есть такие сотрудники, которые просто под гитару профессионально поют. Сергей Александрович, я вот за профессионализм во всех смыслах, не просто так подпевать. И дают возможность, опять же, как бы многогранно воспринять Есенина. И, конечно, на севере Москвы, где у нас еще один, я думаю, со временем он обретет не просто вот уголочек, а действительно будет освоен весь дом бывшего такого, который не надо к мемориальности никакого отношения дома не имеющего. Бывший магазин Дикси станет поистине храмом поэзии, куда будут приходить с семьями, куда, приходя, они увидят всю инфраструктуру и столкнутся с ней, которая так необходима. Они смогут купить книжку, они смогут посидеть в кафе, они смогут зайти в музеи, которых, может быть, в центре нет, там и к той же Галине Бенеславской, или к Анатолию Маренгофу, или к, я не знаю, Айсидоре Дункан, где более подробно узнают о каких-то фактах личной и творческой жизни Сергея Александровича. И, конечно, будут слушать поэтов, живущих среди нас, молодых поэтов. Возрастная аудитория объемна, многогранна. И действительно, этот поэт вот и интересен, может быть, тем, что мы будем каждый раз как бы открывать новую грань его поэзии с помощью многочисленных посетителей, которые расширяются, которые увеличиваются, потому что увеличиваются наши планы, какой-то наши задачи становятся какими-то безграничными. Хочется одно и другое, и третье сделать для того, чтобы не только увеличивать аудиторию, она сама придет, а для того, чтобы самим поняв, прочувствовав и полюбив очередной раз свое неравнодушие, может быть, и поняв вот это неравнодушие к творчеству Сергея Александровича, поделиться этим неравнодушием с нашими многочисленными посетителями. Они, конечно, будут радовать нас нашими встречами, они будут участвовать во всех мероприятиях, они будут сами приходить своими творческими, какими-то интересными, может быть, даже проектами, они будут вливаться в наши планы, но мы будем продолжать их радовать тем, что Есенин-центр прозвучит, я надеюсь, так, если он уже начал функционировать, что, как говорится, за Россию и за Есенина, так любящего Россию, стыдно не будет. Светлана Николаевна, спасибо вам огромное, спасибо, вы удивительная женщина, спасибо вам за ваш труд невероятный, за ваши горящие глаза, за вашу настоящую любовь к Есенину, к России, к поэзии, и за то, что ваша работа, она уже такая, получается, династическая, у вас же и дочка Александра тоже вам помогает невероятно в этом замечательном, в большом проекте. И дай джим на счастье, лапу мне, и у Русь взмахни крылами, она ведь проехала по всему миру, побывала на всех континентах, и действительно очереди стояли на нашей выставке, но я должна сказать, как хочется в Москве сделать, в Москве, который так любит Есенин, и заслужил этого огромного, по-настоящему современного, экспозиционно-музейно-театрального, такого помоста, здания, памятника Сергея Александровичу, хотя памятников ему не надо, он поэт будущих поколений. Как прекрасно вы говорите, мы вас будем ждать обязательно еще раз в гости процветание музея, Есенин-центр, и пусть воплотятся все ваши мечты, смелые обязательно в жизнь. Спасибо, очень важно. Друзья, ну а всех, конечно, кто любит творчество Сергея Есенина, с праздником, с наступающим днем рождения. С праздником. Завтра у вас, если есть возможность, обязательно отправляйтесь в государственный Московский музей Сергея Александровича Есенина. Светлана Николаевна Шатракова сегодня была в гостях директора музея. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Всего доброго. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ.